В вузах говорят все ради будущих студентов, у которых все больше возможностей выбрать учебное заведение по душе и по знаниям. Оригинал аттестата и медицинская справка сразу не обязательны, так что в вузах до последнего не будут знать, кто же все-таки придет учиться именно к ним. Увеличили и число бюджетных мест. Цифры на ваших экранах. Почти на 150-х стало больше в педагогическом, на 113 в медицинском. Только в головном вузе технического на 63. Тем, кто на бюджет не попадет, придется заплатить. Разумеется, больше, чем в прошлом году. На процент инфляции около 10% была увеличена стоимость обучения. В прошлом году, в период пандемии, увеличения стоимости не было. В этом году незначительное произошло увеличение. Для примера, чтобы учиться платно на популярном лечебном факультете в 2020-м, родители абитуриентов платили от 150 до 155 тысяч. В этом году 165 тысяч рублей. В политехе сумма вырастет в пределах 10 тысяч, в педе в пределах инфляции. По специальностям в медицинском и техническом полная стабильность. В педе похвалились новыми. Все перечислять не будем, их 13. Очень часто один и тот же педагог совмещает две должности. Он и учитель физкультуры, и учитель технологии. У нас эта история никогда не рассматривалась в таком едином формате. В этом году мы сделали этот радикальный шаг. Мы открыли бакаларховскую программу. Сейчас идет набор. Называется «Педагогическое образование. Физическая культура и технология». Кстати, физкультура всегда была в педе популярным направлением. Так же, как и лингвистика. Тут теперь и китайский добавили. В меди снова ждут вал абитуриентов на лечебное дело и стоматологию. В политехе на все, что связано с IT-технологиями. Правда, здесь ожидают роста желающих и на специальности, связанные с пищевой отраслью. Из-за особенностей в порядке приема. Если раньше на продукцию питания только с биологией, а на программу машиниров только с информатикой, то теперь ребенок может поступать на продукцию питания, хочешь с физикой, хочешь с биологией, хочешь с химией. То, что лучше сдал. Пока в вузах готовятся. Старт приемных кампаний разнится в пару-тройку дней. Первыми двери и онлайн-платформы распахнут в педагогическом. 18 июня. 19 присоединится медицинский, 20 технический. Говорят, впервые в воскресенье. Но задача поставлена, значит, нужно выполнять. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.